Уютная гостиница вдохновения, банный комплекс и отдых на природе. Село Селинское. Наводим порядок на пустырях. Под снос идут бесхозные металл-гаражи. Эта работа началась примерно месяц назад. Первым эвакуировали два гаража на улице Карла Маркса. Сегодня зачищали площадку по соседству с детским центром «Жемчужинка» на улице Мечникова. Подробнее расскажет Атьяна Барульна. Для ребенка детский садик, считай, второй дом. Есть крыша над головой, мама воспитателей и даже соседи. И как часто бывает в жизни, соседи шумные и гулящие. Возле этого гаража постоянно собираются нехорошие люди, так скажем, правильно? Идут у нас здесь же парк облагоустроенный. И мимо идут пруда, идут домой. И обязательно останавливаются возле этого гаража. Распитие спиртных напитков. Мы боимся, вдруг будут курить возле этого места. Вдруг это будет пожар. Вот такие металлические гаражи стали появляться в начале 70-х. Их выдавали бесплатно инвалидам и участникам войны. Со временем многие железные коробки оказались заброшенными. Законные владельцы пропали. Зато на их место пришли маргиналы. Вот и в этом случае, так и не найдя хозяев, муниципалитет принял решение гараж снести. Во-первых, как несоответствующего именно мерам безопасности. Во-вторых, конечно, он не несет в себе никакой нагрузки эстетичной. Поэтому мы на сегодняшний день принимаем решение о сносе этого объекта. И работа в этом направлении будет проводиться и дальше. Как по регулированию нестационарной торговли, тоже несанкционированной, так и по вот таким застройкам. Кстати, первыми под снос пойдут бесхозные гаражи по соседству с детскими садами и школами. Этого требует закон. Расстояние от забора учебного заведения до гаража не менее 20 метров. Таковы правила безопасности. В целях антитеррористической защищенности, то есть безопасность детей, вы понимаете, да? Потому что мы не знаем, что хранится в данных гаражах, да, в строениях. Поэтому мы сейчас, в первую очередь, сейчас уже запросы сделали в регистрационную палату. По предварительным подсчетам в Клину около сотни заброшенных автокоробок. Хотя у некоторых все же есть хозяева. Чтобы не лишиться собственности, муниципалитет просит проверить свои договоры аренды на землю под гаражами. И в случае просрочки немедленно обратиться в администрацию. Татьяна Барулина, Максим Максимов, Юлия Левицкая. Новости дня.